МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. 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 Как вы считаете, на каких основных принципах должна строиться внешняя политика государства современного? Внешняя политика – это создание наилучших условий международных и безопасности для того, чтобы нация могла беспрепятственно продолжать себя в истории, реализуя свои собственные цели и ценности национального бытия. Что такое 90-е годы для нас? Ну, все знают, что в 91-м году трагически распался, а некоторые считают, его расчленили по, так сказать, своей недальновидности, Советский Союз. Это была одна из двух опор биполярного мира. И на этом основании в Европе в течение 50 лет был выстроен целый механизм взаимных сдержек и противовесов. Что такое была наша тогда элита? Она была расколота. И в этот момент, когда мы не могли найти согласия ни по одному вопросу нашего прошлого, настоящего и будущего, весь остальной мир прекрасно пользовался вовсе не новым горбачевским, увы, инфантильным мышлением, а очень испытанным старым, в русле которого захотел прибрать к рукам все российское наследство, в том числе и подобраться уже к самим территориям исторического государства российского. И вот в этой обстановке Запад продолжил вот те свои устремления, которых, может быть, не все знают, но историки знают прекрасно. Началась борьба, неизбежная за российское наследство. Что сделало Россию великой державой? Это выход к морям, морские рубежи, Черное море, Балтика, и, наконец, Россия утверждается на Тихом океане, и вот эта огромная сухопутная держава становится и морской державой, и безопасностью ее рубежей, прежде всего, зиждилась вот на этих основополагающих вещах. Наша же элита в 90-е годы считала, что время понятия национальных интересов давно ушло в прошлое, что это архаичные понятия, что мы сейчас будем обниматься с Западом, что задача внешней политики – это накормить, насытить и установить демократию. Нам начинали внушать, что параметрами безопасности являются хорошие отношения с соседями. И более того, говорилось, что все проблемы наши и с НАТО, и с Западом, и, например, на Тихом океане с Японией связаны с наследием тоталитарной внешней политики, сталинской, от которой нужно отказаться. Вот если мы вольемся вот в то замечательное мировое цивилизованное сообщество на общих основаниях, откажемся от всех наших имперских замашек, вот тут и наступит эра всеобщей дружбы, благоденствия и так далее. Тем не менее, в это же время Запад продолжил наступать на наши рубежи. Бомбардировки Югославии, а я пережила их в самой Югославии, потому что я добиралась туда, чтобы разделить эту судьбу с своими друзьями-сербами на перекладных вообще через болгарские горы, знаменовали просто конец эпохи европейского права. Югославия – это одна из стран-основательниц ООН. Это страна-подписант Хельсинского акта 1975 года, в котором все подписавшие страны гарантировали территориальную целостность, независимость всех подписавших стран, а вовсе не субъектов их территории. Под надуманным предлогом независимые расследования показывали, насколько сфабриковано было много дел против сербов. Например, там якобы массовое захоронение якобы убитых албанцев, а независимая комиссия международная установила, что смерть наступила у всех в разное время, характер повреждений на одежде и ранений не совпадает. То есть трупы были свезены, убиты в разное время, в разных обстоятельствах, неизвестно кем, одеты и положены для того, чтобы обвинить. И такое было, не гнушалось. Все это просто был удар по международно-правовой системе Ялтинского мира послевоенного, в котором Европа впервые за все свои столетия существования прожила в мире практически 50 лет. Если бы не вот такое неординарное решение Евгения Максимовича Примакова развернуть свой самолет прямо на подлетах уже так Соединенным Штатам, и не заявление о том, что мы не можем в такой обстановке, когда происходит такое ужасное, драматическое и неправовое действие со стороны Запада, впервые применяется военная сила на территории Европы. Конечно, без этого первого шага на пути восстановления нашей какой-то самостоятельной линии в международных делах, наверное, было бы еще труднее потом и Путину говорить свою мюнхенскую речь, когда он вообще лишил Запад возможности объяснять и оправдывать свое то, что он делал, якобы согласием всего цивилизованного мирового сообщества. Надо было видеть помертвевшее от ужаса лицо ангела Меркель в доме, который она хозяйка, ее же босса, главного американского президента, Америку размазывает по стенке, да еще так виртуозная. Кстати, бомбардировки Югославии были настолько шоком для нашего общества даже того, что в целом приветствовало и поддерживало общий курс на такое замерение с Западом, что это вызвало необычайный такой всплеск протестов. И вот открылись глаза. И мне кажется, с этого момента началось некое такое оздоровление нашего общественного сознания, когда мы начали просто понимать вот то, что я уже сказала, что судоходные реки и незамерзающие порты вообще одинаково важны для монархии, республик, для тирании, для деспотов, и различаются лишь по методам достижения, и что надо задуматься и о другом. Самые чувствительные потери, которые мы понесли, это, конечно, вот эта попытка от нас оторвать Украину. И Бжезинский с вами сказал, что без всего остального, без среднеазиатских республик, Россия все равно империя, но еще с Украиной. А вот если без Украины, то это уже под вопросом. И вот оторвать Украину от России, возбудить ее против России, это туда были вложены такие колоссальные моральные, политические, идеологические, образовательные средства, что можно только подивиться, насколько неподготовленным наша была в конце вот особенно 90-х годов политика. Украина могла бы прекрасно доить двух коров и хорошо с Западом и с нами, и мы бы соперничали, наверное, за ее благосклонность, но нет. Вот она попала в руки вот радикалов, которым надо было разрушить собственную страну, даже потерять территорию из-за вот этой русофобии, которая, естественно, возбудила естественное право русских вообще о своей судьбе сказать свое слово. Со времен Петра Первого Запад, старушка Европа, мечтала о том, чтобы мы потеряли эти обретения Петра Первого, потому что это изменило всю военно-стратегическую обстановку в тогдашней Европе. Во время революции уже бывший министр иностранных дел царской России Сергей Сазонов в мемуарах своих рассказывает, он уже в эмиграции был, о том, что в Англии достали немедленно все архивные материалы времен Петра, чтобы как бы навсегда закрепить отторжение Прибалтики от России. И вот была комиссия, возглавлял ее гроссмейстер перестройки Яковлев, который буквально за несколько лет до этого написал и издал книгу, в которой в духе вот хрущевской пропаганды изливал желчно-звериный оскал империализм. А тут вот он стал друг таким любителем Запада и обвинял все время нашу страну в тоталитарных замашках. И вот комиссия Яковлева изучала так называемый пакт Молотова-Риббентропа, а на самом деле договор между Советским Союзом и Германией о ненападении. Это никакой несоюзный договор, как говорят иногда журналисты. Союзный договор – это когда угроза безопасности или война против одного государства распринимается союзным государством как война и угроза безопасности себе, и они обязаны совместно участвовать в отпоре там либо агрессии, либо чего-то. Этого ничего, конечно, не было. Вот эта комиссия почему-то поставила вопрос так, что нужно рассматривать этот договор сам по себе, по-латыни это «персе». И тем самым мы способствовали тому, что ползучи была внедрена концепция не отделения латвийской, эстонской и литовской советских социалистических республик, на что они имели, в принципе, право, а восстановление довоенных государств. И эта концепция позволяла потом вот этим националистическим властям говорить, что демографическая ситуация там – это результат оккупационного режима, а армия оккупационная, и поэтому она подлежит не согласованному, а безоговорочному выводу. И вот эта концепция лишила нашу дипломатию на долгие годы адекватных инструментов даже защиты вот нашего русского там населения, чьи права ущемляются уже чудовищным образом. Если мы обратимся сейчас к Тихоокеанским берегам, то тут те амбиции Японии и аппетиты разожгла сама политика наших 90-х годов, даже раньше Горбачева. Горбачев вдруг неожиданно заявил о том, что были проведены переговоры, и что надо решать вопрос о Хабамайе и Шикатане, и Кунашире, и Турупе. Но никогда с послевоенного времени никогда нигде не упоминался Кунашире и Туруп как предмет вообще обсуждения. В той знаменитой, о которой, может быть, все слышали, договоренности с Японией в 1956 году, речь шла о Хабамайе и Шикатане. Что такое Хабамайе и Шикатане? Это комплекс необитаемых и непригодных к хозяйственной деятельности вулканических скал, которые сам по себе не имеют никакого значения, но если бы не понятие территориальных вод, которые мгновенно отодвигают границы и так далее. И декларация 1956 года как раз говорила о том, что сначала Япония подписывает мирный договор, признает утрату Курильских островов, а потом Советский Союз в знак дружбы и внимания к чаяниям японского народа. Это Хрущев хотел предотвратить военный союз между Японией и США и думал, что многочисленная японская коммунистическая партия в этом поможет. А потом уже в качестве акта доброй воли передаст. Заметьте разницу между термином «возвращение», который используется с 90-х годов японским руководством и нашими бездумными журналистами, и передачей. Передача – это акт доброй воли распорядиться своей территорией. А возвращение – это полное опровержение итогов Второй мировой войны. Значит, неправедно были взяты эти... Но Япония-то в договоре с Сан-Франциско по итогам войны в Азии, Второй мировой войне. Что в статье «Второе дело» я знаю наизусть и по-английски, и по-русски. Япония отказывается от всех прав, правооснований и претензий на Курильские острова, часть Сахалина и прилегающие к нему острова, суверенитет, над которым она получила по портсмутскому миру в 1905 году. И вот были так разжены эти аппетиты, а потом президент Ельцин вдруг уже в 93-м году, буквально сразу после расстрела законного парламента, когда страшный был раскол и буквально прострация в обществе, подписал там токийскую декларацию, в котором вообще говорилось, что нужно преодолеть наследие тоталитаризма, что стороны обсудили подробно вопрос о принадлежности, в том числе Кунаширы и Турупа, и подтвердили свою решимость двигаться к заключению мирного договора с решением этого вопроса. А вы подумайте, вот если вы посмотрите карту, Уруп и Туруп – это самые крупные острова, между ними пролив. Такие претензии отвергались и в 56-м году, сразу вообще, наотмашь, потому что это запирание нашего флота в Охотском море и полный крах всей военной инфраструктуры на Тихом океане. Поскольку отменить положение Сан-Францисского договора, который я процитировала, где Япония отказалась сама от всех тех, невозможно, они придумали новую инновацию, что якобы есть такая географическая единица, как южные Курилы. И что имелось в виду в Сан-Францисском договоре, не все Курилы, а только северные Курилы. А вот южные, про них не было ничего. Но даже британская энциклопедия перечисляет до войны все Курильские острова как единую географическую единицу. Поэтому я всё время борюсь за то, чтобы наши журналисты никогда не писали южные Курилы с большой буквы, как будто это географическое название. Нет такого понятия. Поэтому, говоря вот об этих линиях обороны, можно сказать, что именно сейчас мы ощущаем, к сожалению, влияние вот тех непродуманных или предательских, или пораженческих. Можно по-разному объяснять это и внутриполитической сложной обстановкой шагов, которые были сделаны вот в период такого революционно-реформаторского зуда, когда главным содержанием нашей эпохи объявлялся переход от тоталитаризма, демократии. Точно так же, как в марксизме, который мы сдавали как госэкзамен, главным содержанием нашей эпохи был переход от капитализма к социализму. Так что калька вот тех самых бывших марксистов, она чувствуется и в этом. И вот наступает эпоха, когда наше общество каким-то образом вдруг осознало, если хотите по-простому, что его одурачили в значительном мере западом, что прибирает к рукам все, что подбирается к нашим границам, что подбираются к нашим ресурсам, которые являются основным компенсационным фактором нашей территории, которая треть непригодна к проживанию. Это тундра с вечной мерзлотой, где единица производства любой продукции в 10 раз дороже, чем во всем остальном мире, ну, кроме как в пустыне, наверное, и поэтому нерентабельна на ней. И вот эти попытки оттеснить нас, подумайте, от Балтийского и Черных морей, это на северо-восток Евразии. Это именно там, где глубина промерзания 2,5 метра, где 8 месяцев зимы. И вот появляется вот эта мюнхенская речь Путина, которую восприняли как блеф сначала, потому что реальных шагов еще пока не было, хотя мы уже тогда, вот после 99-го года, после Югославии, уже и руководство тогдашнее поняло, конечно, что слишком далеко. Мы пустили, допустили Запад дойти, не показав нигде красной линией НАТО. И надо было давно сказать, что вся территория Советского Союза, границ к 75-го года, это красная линия нераспространения НАТО, потому что эта территория является нашим военно-стратегическим пространством, она заложена во все договоры по ядерному сдерживанию. Это наша зона ядерной безопасности и ответственности и так далее. Ничего этого не было сделано. Но потом последовало признание Осетии и Абхазии. Это уже реальный... Для того времени, вот если на фоне 90-х годов и поражение, что это был смелый шаг, началось восстановление суверенной национально-государственной воли, потому что в 90-е годы показывают, тогда еще внушительная, неразрушенная экономика, еще не прошла до конца деиндустриализация, люмпенизация населения, ядерное оружие, с которым считался и до сих пор вынужден считаться Запад, не спасают от упадка, если нет национально-государственной воли. Поэтому национально-государственная воля очень нужна. И то, что она восстановилась, показали, между прочим, 14-й год. Когда произошло возвращение Крыма, юридически безупречно сделанное. Тут, поверьте, у меня есть даже тексты некоторых западных юристов, причем не каких-то маргиналов, которые при ЕС не вынуждены были потерять работу, потому что написали так. А для России стоит задача, безусловно, собирать камни, возделывать собственную страну и идти вперед, реализуя те чаяния, те национальные цели и ценности бытия, которые есть у нашего народа. Они очень близкие у мусульман, и у нас это традиционные ценности семьи, веры, любви, разницы и грани между добром и злом, красотой и уродством, гармонией и какафонией, правдой и лужью. Это основа вообще христианской и всей монотеистической цивилизации, к которой мы им принадлежим. И на нас смотрят с надеждой, уверяю вас, очень многие на Западе. Поэтому для России сейчас очень важно сосредоточиться, Россия сосредоточивается, как говорил еще канцлер Горчаков. Я от себя добавлю, что быть великой державой это не блестящее мишуран на национальном платье, которое можно убирать в шкаф и одевать по праздникам. Мы модель мира с его великими перепадами в уровне жизни, культуре, а не Америка. Мы способны понимать инакость других. И это будущее на самом деле. Поэтому Руси нужна миру, как Россия, и должна остаться ей. Хотелось бы на прощение пожелать действительно относиться к истории как источнику нашей мудрости и как превосходному и лучшему инструменту для того, чтобы понять настоящее и иметь будущее. Это нация, которая отказывается от собственной истории, она не имеет права на будущее. А те, кто ее берегут, уважают, не топчут ногами, но учатся на ее уроках, но те будущее имеют. А оно в ваших руках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова